В Забайкальском крае на финальную стадию вышло строительство Быстринского горно-обогатительного комбината. Крупное предприятие с объёмом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей будет запущено в эксплуатацию в конце текущего года. Это будет крупнейший налогоплательщик региона, который обеспечит поступление в бюджет до 8 миллиардов рублей в год. Помимо самого ГОКа, а точнее двух, строящихся в рамках одного проекта, большие работы ведутся по созданию транспортной и энергетической инфраструктуры. Новые дороги, железнодорожные ветки и мощности в свою очередь станут стимулом для развития новых предприятий в Забайкальском крае. На ГОКе будет создано 3500 новых рабочих мест и уже сегодня ведётся набор по широкому кругу специальностей от инженеров и геологов до водителей и горно-рабочих. Продолжает развиваться ещё одно крупное предприятие, о запуске которого мы рассказывали год назад – это Кимкано-Сутарский ГОК в еврейской автономной области. В первом квартале текущего года комбинат нарастил производство в два раза и выручку более чем в полтора. Выход на проектную мощность ожидается к концу года. Здесь тоже открыто множество вакансий с уровнем зарплаты от 30 до 70 тысяч рублей. Вдобавок к этому предприятие компенсирует семьям затраты на переезд и стоимость аренды жилья. А если это наши бывшие соотечественники, то государство выдаёт ещё и подъёмные по несколько сотен тысяч рублей, чем воспользовались уже многие жители Мариуполя, Кривого Рога и других украинских городов. Недавно мы рассказывали о развитии в России отрасли 3D-печати из металла. Говорили, что строится предприятие по изготовлению металлического порошка и уже печатаются тысячи деталей для двигателей с помощью аддитивных технологий. А также ведётся разработка первого отечественного принтера для печати из металла. И вот уже пришла новость о создании прототипа первого российского 3D-металлопринтера, причём использующего совершенно новый принцип. В отличие от порошковых принтеров наш использует в качестве материала металлическую проволоку, а в качестве источника энергии не лазер, а электронный луч. Это, во-первых, ускоряет печать. Там где порошковый принтер производит несколько килограмм изделий в сутки наш делает несколько килограмм в час. Во-вторых, наш образец способен изготавливать изделия неограниченно сложной формы весом до 1 тонны и объёмом до 3 кубометров. И это наделяет его широчайшей сферой применения. Его можно установить, например, на Луне, где он будет самостоятельно выращивать любые изделия или в отдалённом посёлке на Земле, где человек сможет распечатать себе любой предмет, например, деталь велосипеда или автомобиля. И не отходя от темы, а ещё одной родственной разработки. В Институте космической техники СИПГУ имени Решетнёва изобрели технологию 3D-печати воском, которая позволяет изготавливать модели для металлургического производства. Теперь модели для литейного производства можно делать не из дорогой керамики или силикона, а даже из обычного свечного парафина. Причём в сотни раз быстрее. Более того, такие напечатанные модели превосходят по качеству образцы, произведённые по традиционным технологиям. На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе модернизирована установка замедленного коксования и смонтирована так называемая «Техасская башня» – особый тип теплообменника с повышенным коэффициентом теплопередачи. Всё это позволит увеличить мощность установки по переработке мазута на 17%. Антипинский НПЗ интересен тем, что является первым частным промышленным нефтеперерабатывающим заводом, построенным в России с нуля в чистом поле. И на сегодня это единственный завод в отрасли, который достиг уникальной глубины переработки сырья – 98%. Под Тверью российская компания «Озон» открыла третью очередь крупного операционно-логистического комплекса. По сути, это целый производственный комплекс, сравнимый с крупным предприятием. В него уже вложено 4 млрд рублей и создано около 2000 новых рабочих мест. А будет ещё больше. На выставке «Металлообработка-2017» тульские оружейники представили уникальный российский станок глубокого сверления для производства оружейных стволов. Ранее в России такие не выпускались и закупались за границей, например, в Германии, которая считается лидером в этой сфере. Теперь же мы смогли создать свой образец, который ни в чём не уступает по качеству, но стоит значительно дешевле. А в это время стало известно, что Ижевский механический завод, знаменитый производитель Калашникова и другого стрелкового оружия военной и гражданской техники, получит до конца следующего года 4 млрд рублей на модернизацию производства. Несмотря на то, что против завода были введены санкции со стороны Украины, он стремительно наращивает показатели. По итогам 2016 года увеличил выручку на треть, объёмы производства военной продукции на 70% и гражданской на 30%. Чистая прибыль завода увеличилась за год в 8 раз. В Краснодарском крае открыт крупный орехово-плодный питомник мощностью 3000 тонн орехов в год и новый семенной завод. В Липецкой области введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса. В Ульяновской – новая птицефабрика. В Тюменской области заработала первая очередь крупнейшей за Уралом молочной мегафермы. Практически в каждом выпуске мы опровергаем миф о том, что Россия не производит высокотехнологичную продукцию, пользующуюся спросом за её пределами. На этот раз расскажем о виртуальных тренажёрах группы «Кронштадт». На днях был завершён контракт на поставку уникального объединённого тренажёрного комплекса надводного корабля и противолодочного вертолёта во Вьетнам. И чуть ранее полномасштабный тренажёр вертолёта Ми-817 был установлен в Колумбии. Конечно же, компания поставляет подобные тренажёры и в адрес российских вооружённых сил в рамках госконтракта. Что примечательно, группа «Кронштадт» – это полностью частная отечественная структура, объединяющая ряд российских предприятий, которые специализируются на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции. Что же касается российского экспорта в целом, то доля его несырьевой части уже достигла 60%. Причём только за последний год выросла на 5-6%. Военный лётчик из Калининграда Роман Аранин – наш сегодняшний герой. 13 лет назад после авиационного инцидента он упал с 30-метровой высоты и сломал шею. Пока лежал в реанимации, родных предупредили, что нужно прощаться. Но нашёлся врач, который спас Роману жизнь. Однако он оказался прикованным к инвалидному креслу. Тем не менее он продолжал жить и думать, как помочь себе и другим людям, попавшим в аналогичную ситуацию. Однажды во время спуска на коляске из пандуса с ним вновь случилось несчастье – упал и получил травму. И это несчастье стало настоящим толчком к разработке такого кресла, которое исключало его подобные случаи. В итоге ему удалось разработать настоящую коляску-вездеход с электроприводом и гироскопом. Никто в мире подобного решения не использовал и Роман смог получить на него патент. А дальше занял у друзей деньги и запустил собственное производство. Продукция оказалась весьма востребованной и не только в России, но и в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Аргентине, Польше, Германии, Англии и других странах. Сегодня в мастерской Романа Аранина трудится 25 человек, из которых 8 – инвалиды. Кроме того, он создал общественную организацию, помогающую инвалидам найти работу. И в 2014 году создал три специализированных пляжа для инвалидов в Калининградской области. И если сначала их посещали в основном местные жители, то теперь сюда едут люди с ограниченными возможностями со всей страны. Роман Аранин не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает построить в Калининграде фабрику по производству высокотехнологичных колясок, которые будут выдаваться инвалидам бесплатно за счёт фонда социального страхования. От лица всего нашего проекта желаем ему успехов в делах и крепкого здоровья. Нам часто пишут, что все наши позитивные новости – это капля в море. Действительно, с этим не поспоришь. Каждая новость из выпуска, будь то открытие фермы или гигантского завода, научная разработка или личный подвиг человека – это капли, из которых собирается большое и доброе море новостей. Уже 5 лет мы собираем эти капли как драгоценности и сохраняем для вас, чтобы вы стали ещё счастливее, добрее и сильнее. А чего будет больше в вашей личной жизни негатива или позитива выбираете только вы сами. Здесь за вас ничего не решит ни государство, ни мы, ни кто-либо ещё. Умейте радоваться жизни и находить выходы из любых ситуаций. Желаем вам доброй и бодрой недели, никогда не сдавайтесь. Все ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши социальные сети и не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями. Добро никогда не победит зло, если будет стесняться само себя. Никита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...